23 января накоплю с новости Казахстана. В студии работает Алексей Рыблов. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Куда делись 10 миллиардов антикризисных долларов? Президент Назарбаев заявил, что выделенные из Нацфонда деньги никто так и не увидел. Общественники провели акции в поддержку осужденного политика Владимира Козлова. В заключении лидер Алги находится ровно год. Шахтер Арселор Миттл Тимиртау подали в суд на работодателя. Люди требуют прописать в договоре выплату 13-й заработной платы. 10 миллиардов долларов, выделенные на антикризисные программы, исчезли. Таким заявлением президент Назарбаев сегодня буквально ошарашил общественность, выступая на расширенном заседании правительства. Вот что дословно сказал лидер нации. Деньги из Нацфонда расходовать легко. Мы деньги, которые выделили 10 миллиардов на тот кризис, до сих пор нигде не видели. Исчезли. И кто виноват? Все говорили, будут возвращены. Куда делись эти миллиарды и кто должен за это отвечать, президент пояснять не стал. Заявил лишь, что отныне деньги из Нацфонда будут выделяться только в случае сложной ситуации. При этом работа экс-премьера Карима Масимова, на чей срок в Кабмине пришелся главный экономический удар, удостоилась от келбасы положительной оценки. А вот пассивность пенсионного и страхового секторов возмутила. Сейчас там мертвым грузом лежат 800 миллиардов в госвалюте. Почему не берут эти средства? Давайте мы используем этот ресурс и потом будем думать, что дальше, сказал президент. И предложил создать в стране единый пенсионный фонд, передав ему счета всех частных накопительных пенсионных фондов. Также в стране необходим единый зерновой холдинг и Национальное агентство развития экономики. Вообще в аккорде сегодня прозвучало много значимых заявлений, в частности по поводу строительства атомной электростанции. Пора перейти от слов к делу, сказал глава государства. При этом чиновникам не следует все время ссылаться на новую стратегию 2050 и упоминать ее к месту и не к месту. Досталось и министру финансов Булату Жаймишеву. В настоящее время Минфин сдает в аренду 240 тысяч квадратных метров помещения. При этом у нас не хватает детских садов, школ, на строительство которых мы тратим деньги. Правительство, парламент, все из Алматы уехали. Куда делись здания? Жаймишев где? Вы проверили хоть кто? Кто разобрал их по частям? Ладно, садись, что будешь объяснять? Шахтеры подали иск в суд на Арселор Миттл Тимиртау. Профсоюз угольщиков Коргау требует дополнить коллективный договор пунктом о выдаче работникам так называемой 13-й заработной платы. В настоящее время на предприятии ее получают только металлурги, которые имеют соответствующую статью договора. Между тем, по итогам 2012 года этой премии лишились и они в связи с тем, что не выполнили план. Представители профсоюза Коргау говорят, что сначала пытались урегулировать спор в досудебном порядке, однако руководство компании отказалось идти навстречу. Между тем, уже завтра в специализированном экономическом суде состоится первый процесс по этому делу. Однако в Арселор Миттл Тимиртау заявили, что не получали вызов на судебное заседание. Завтра же в областном суде запланирован еще один процесс, в котором будут рассматриваться претензии шахтеров уже к профсоюзу и работодателю. Шахтеры-инвалиды считают, что в коллективном договоре есть пункт, дискриминирующий их права. А профсоюз, призванный защищать права бывших работников, не исполняет своих прямых обязательств перед шахтерами. Вот когда они, значит, договариваются, стороны, они договариваются и, в принципе, принимают такой пункт, который дискриминирует за остальных работников. То есть профсоюз должен защитой всех работников выступать, а получается, что наполовину. Потому что профсоюзу так выгодно, потому что он кормится из рук работодателя. Поэтому им выгодно защищать интересы работодателя, принести экономию его средства. Без труда отдел внутренней политики Карагандинской области закрыл Жасказганскую газету. Чиновники сослались на министерство, которое аннулировало лицензию издания. Такое отношение к закону можно объяснить лишь революционной целесообразностью, возмущаются правозащитники. Мои коллеги с подробностями этой истории. Главный редактор Жасказганской газеты удивлен. Как говорится, без суда и следствия у издания отозвана лицензия. Труд оповестить СМИ на себя взял местный Акимат. По приказу номер 8 Министерства информации Казахстана от 17 января 2013 года о печатных изданиях информационных агентств по закону Республики Казахстан о СМИ, статье 13 пункт 1, газету «Молодежная» вычеркнуть из государственного реестра и электронной базы. 13 статья закона о СМИ, на которую ссылается госслужащие, является основанием для закрытия СМИ только по решению суда или желанию собственника. Берик Жагипаров является одновременно собственником, владельцем и главным редактором газеты. Он не может понять, с какой стороны проштрафился, ведь никаких исков не получал и сам желание закрывать дело не изъявлял. Медийный правозащитник Тамара Калеева возмущена действиями чиновников. Объясняет, это не в их власти закрывать СМИ. Она предполагает, что Жасказганская газета сейчас расплачивается за острые материалы в отношении компании «Казахмыс» и ее руководителей, а также чиновников. Почему министерство берет на себя эти полномочия? Как они могут это все объяснить? То только, наверное, то революционной целесообразностью, как и во всех предыдущих случаях. То есть мы считаем, что это вопиющее нарушение закона о средствах массовой информации. Случай с Жасказганской газетой пополнил список нарушений, который ведет Фонд защиты свободы слова. А он в последние месяцы растет на глазах. Тут и заблокированный судом на три месяца сайт «Гульжан.Орг», и запрещенный в массовом порядке 8 газет, 23 интернет-ресурсов под общим названием «Республика», «Газета Взгляд», а также телеканал КАПлюс и видеопортал СтанТВ. Айнур Мазибаева, Людмила Экзархова, Талгат Умербеков, Жасказган, Алматы, Казахстан. Разгул коррупции в регионах имеет прямое отношение к высшим эшелонам власти, заявил сегодня на пресс-конференции экскандидат в президенты Салим-Отен. Коррупционную вертикаль он показал на примере двух граждан из Актубе, которые приехали в столицу, чтобы рассказать о мздоимстве своих бывших работодателей. Актюбинцы Нагмедбай Ермаханов и Алдаберген Аймагамбетов приехали в столицу, чтобы поведать общественности. Разгул коррупции в западном регионе зашкаливает до предела. Первый выявил коррупционные махинации в местном автобусном парке, а второй в отделении Казахстан-Тимыржолы. О боях за честность лишили многомесячных заработных плат и уволили. Жалобы в правоохранительные и судебные органы ни к чему не привели. Во всем виновата коррупция вверха, говорят они в один голос. Конечно, я признаюсь, что по документальности этого мы не можем доказать. Весь город, весь Актюбинский область знает, что компания Емшан – сагандыгистский бизнес, поэтому, которые сбили женщины, всю зарплату народа забрали и им ничего нет. Все прокуратура, все пинполы, все следователи, кто там правоохранительный орган, все их защищают. За своих земляков вступился экс-кандидат в президенты Салим Утен, который в свое время работал также на власть. И не понаслышке знает – чиновники на местах не подсудны, тем более, если они связаны с большими людьми. Политик уверен – каждый представитель властного Олимпа имеет в регионах свой бизнес и даже приводит конкретные примеры. Любой, сегодня сидящий наверху во власти, он, безусловно, где-то имеет какой-то источник доходов. Я, например, даже вот сам могу конкретно пример привести, когда Мусил работал, приехал уже в Атравскую область, у каждого зама Акима области, у каждого прокурора области города, у председателя суда областного, городского, была своя скважина нефтяная. Из этой нефтяной скважины готовили халторный бензин, халторную солярку, и у каждого из них своя была заправка. Где вот эти ГСМ реализовывались по государственным ценам? Между тем, накануне в Министерстве труда и социальной защите населения признали, проблема должников-работодателей стоит остро. В стране около сотни предприятий имеют многомесячные задолженности по зарплате больше, чем на миллиард тенге. Потом есть длительность более трех месяцев. В Министерстве труда будет специальный мониторинг. Это специальный мониторинг. Таких предприятий сегодня 92 предприятия имеют, которые более длительны, более трех месяцев. Это тоже 92 предприятия на конец года сегодня составляют, их долг составляет 1 миллиард 100 миллионов тенге. Актюбинские ходоки надеются, что доведут через средства массовой информации свои чаяния до главы государства. Он-то точно поможет, верят они. В противном случае люди готовы пойти на крайние меры. Объявление голодовки или суицид. Титаник по-казалардинским. Так называют жители дом в поселке Казалжарма, который на протяжении 15 лет терпит бедствия. В конце 90-х здесь получили жилье 87 семей. И все эти годы в доме нет газа, отопления и воды. Сынья Шарипова выясняла, есть ли у местных надежда на спасение. В бывшем общежитии совхудтехникума первые новоселы появились в конце 90-х. Одни получили от Акимата заветный ордер на коммунальное жилье. Кто-то сам поспешил купить дешевую жилплощадь. Казалось бы, живи и радуйся. Однако в доме не оказалось отопления, воды и газа. Все коммунальные радости отключили, как только здание перестало носить статус общежития. А электричество подается по прогнившим и проведенным снаружи проводам. Мы есть на учете у Всевышнего, но не у людей. К нам даже электрик приходит только после скандалов. Конечно, ведь здесь живут далеко не богатые, а малоимущие, многодетные и одинокие, как я, люди. По этим проводам идет ток. Мы в постоянном страхе за свои жизни. Риск остаться под завалами заставил съехать неизвестно куда жильцов первой и части пятого этажей. Те, кто остался, теперь живут буквально без крыши над головой. И топят запрещенные в многоэтажках печки. Сейчас растапливаем печки вот такими спичинками. Все, что годилось, ушло в топку, вплоть до одеял. Лишь бы дети не мерзли. В капитальном ремонте дом нуждается все последние 15 лет, говорят жильцы. Но здесь за этот период не проводился даже текущий. Чиновники же бодро отрапортовали. Никто не забыт, ничто не забыто. И обещали создать кондоминиум и в рамках реформы ЖКХ отремонтировать дом. Правда, в кредит. Согласно жилищной программе, в общежитии проведем капитальный ремонт, включая системы тепло- и водоснабжения. Сегодня началась работа по точному подсчету жильцов. Инициативы властей жильцов не радуют. Ни один из них не сможет осилить договорных условий. Ремонт, говорят, каждой семье обойдется в 500 тысяч тенге. Если разбить по месяцам, получается по 3 тысячи. Но я получаю всего 9700 тенге пособий. Если часть отдавать за ремонт, как мы выживем на остальные деньги? Аварийным зданием пока не признали. А это значит, что новый теплый дом – не перспектива. Правда, у жителей дома еще теплится надежда, что новая Аким области поможет. Только кто ему расскажет? Саня Шарипова, Козларда, Казахстан. Сегодня ровно год, как арестован лидер партии ОЛГА Владимир Козлов. Допросы, обыски, следствия и суд. За это время политика и его соратники пережили не самые простые времена. Надежд никто не питал, приговор оказался суров. За решеткой оппозиционер должен провести 7,5 лет. Каким был этот год для политического заключенного, расскажут корреспонденты. 23 января 2012 года. После обыска в офисе незарегистрированной партии ОЛГА сотрудники КНБ арестовали ее лидера Владимира Козлова. С того момента прошел ровно год. Один из тяжелых для политической оппозиции. В этот же день спецслужбы забрали активиста движения Халык Майданы Серика Сапаргали и главного редактора газеты «Взгляд» Игоря Винявского. Последнего отпустили через 50 дней, а Сапаргали в СИЗО пробыл до вынесения приговора. 4,5 лет условного наказания. На этих кадрах Владимир Козлов беседует с нефтяниками. Попытка урегулировать трудовой конфликт мирным путем позже обернулась для него и других активистов статьями Уголовного кодекса. После Жаназенской трагедии алгинца обвинили в разжигании социальной розни, призывах к насильственному изменению строя и созданию ОПГ. Он приезжал и говорил, что вы должны спокойно, то есть если вы хотите протестовать, это ваше дело. Это ваш трудовой спор. Но единственное, что давайте соберем все за и против, все плюсы и минусы, экономические, юридические, и будем не выходить за рамку закона. Не будем бить стекла, не будем никого. Он именно помог людям протестовать, используя все законные методы, только законные методы. Суд длился два с половиной месяца. Выслушав свидетелей, экспертов, обвиняемых и обвинителей, наблюдатели и правозащитники пришли к выводу. Процесс политически мотивирован. Вынесенному тюремному сроку в семь с половиной лет мало кто удивился. То, что его осудили за организацию массового беспорядка, это полная, так сказать, это абсолютно полная нелепость, фабрикация. Грубая, причем сляпанная. И в эти семь с половиной лет выглядят, конечно, вызывающе. Апелляция результатов не дала. Более того, приговор Козлова практически развязал руки властей в отношении партии ЛГА. Последовал ряд обысков и конфискации имущества. Я глубоко ждем, что он отсидит в городе ночи семь лет. Он будет на свободу, он будет рядом с нами, он продолжит борьбу. И мы, естественно, его поддержим. То есть этот процесс, он неизбежно будет идти по накатанной. И все равно мы придем когда-то к той точке, когда количество граждан в нашей стране будет превалировать над количеством органов. Для супруги Владимира Ивановича этот год закончился так же, как и начался. В январе 2012 года задержали мужа, а в январе 2013 в ее доме вновь был обыск. Это был очень тяжелый год. Год таких переживаний, испытаний. Год больших разочарований. В этом году у меня одна цель. Эта цель – помочь своему супругу Володе быть всегда рядом и попытаться сделать все возможное, чтобы он пораньше вышел на свободу. Отбывает наказание Владимир Козлов не по месту жительства, не по месту совершения преступления. Против установленных правил, как говорят адвокаты, политик посажен в одну из колоний Петропавловска. Илья Емельянов, Евгения Сазонова, Рината Булхаиров, Алматы, Казахстан. В семье и в поддержку отбывающего наказания лидера партии «Алга» восточно-казахстанские соратники провели акцию. Свободу Владимиру Козлову этому лозунгу ровно год. Столько, сколько находится в заключении лидер запрещенной «Алги». Соратники политика по партии, неравнодушные граждане из семьи, в Центральном парке запустили воздушные шары с символической надписью. Сегодня ровно год, как начинали Владимира Козлова, лидера партии «Алга». Мы пришли для того, чтобы выразить свою солидарность с ним. Наши власти не смогли обвинить его в лжи и клевете, поэтому придумали специальную статью по разжиганию социальной розни. В компании разведкой добыча «Казм-Найгаз» и «Озен-Найгаз» сегодня сменились руководители. Гендиректор МРД КМГ Сталабад Нурсиитов на этом посту он сменил Алика Айдарбаева, который накануне указом президента возглавил Мангестаусскую область. Что же касается «Озен-Найгаза» решением Совета директоров, генеральным директором там назначен Оскар Рзаханов. В Нижней палате парламента тоже новые лица депутатом стала олимпийская чемпионка Ольга Шишигина. Спикер представил всем «Мажелесвумен» на очередном заседании. Впрочем, в особых представлениях спортсменка и не нуждалась. Шишигина заняла в парламенте место Дарьи Клебановой, которая в ноябре прошлого года подала в отставку при весьма загадочных обстоятельствах. Впрочем, и последнюю уже позабыли, а новоиспеченному депутату пожелали творческих успехов. Сама Шишигина выглядела несколько растерянной и уже в кулуарах призналась. Решение партии Нуратан зарегистрировать ее в «Мажелесе» стало для нее неожиданностью. Нужно привести мысли в порядок, говорит легкоатлетка, а затем можно и первый депутатский запрос сделать. Тема для него у Шишигиной, похоже, уже есть. Сейчас хочется просто изменить закон о спорте. Потому что он устаревший, у нас требования постоянно меняются по международным отношениям. Хочется, чтобы у нас тоже изменились. Казпочта выпустила художественные марки на тему чемпионы Казахстана. Сегодня в обращение был введен первый блок из семи марок и одного купона серии «Спорт». Первый выпуск посвящен олимпийским чемпионам, завоевавшим золотые медали на 30-х летних играх в Лондоне. Церемония торжественного огошения марок прошла в Алматы и Астане одновременно при участии самих спортсменов. Марки, изготовленные офсетным способом, в 4 краски, номинал 150 тенге, тираж 30 тысяч листов. Работники почты уверены, серия «Спорт» вызовет большой интерес у коллекционеров. К слову, в Алматы и в почтовое обращение марки вводила легкоатлетка Ольга Рыбакова, в Астане олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев и двукратный олимпийский чемпион Илья Ильин. Конечно, действительно очень приятно, что и наша Казахстанская почта развивает наш пиар Казахстан и спорта. Именно этими марками выводят на мировой уровень наши имена, наши лица, чтобы за границей Казахстана знали лицо. В Казахстан из Москвы доставлено тело Бердака Алтаева. Магистрант Российского университета нефти и газа имени Губкина выпал из окна своего общежития в минувшее воскресенье. Результаты экспертизы еще не озвучены, но уже появилось несколько неофициальных версий. От суицида до убийства. И это не первая смерть казахстанца в стенах этого вуза. В этой комнате на 12 этаже в последние полтора года и жил Бердак Алтаев. Три дня назад 23-летний магистрант университета имени Губкина разбился насмерть. Он выпал из окна. Директор общежития предполагает, скорее всего, в это время студент находился один. На факультете разработки нефтяных и газовых месторождений, где и обучался покойный, собственное расследование еще не проводили. Однако версию убийства на межнациональной почве исключают сразу. Местному деканату больше верится вероятность несчастного случая. И вот он там пытается перейти из комнаты в комнату. Можно трактовать как угодно. Через окно. Понимаете, да? Это же дети. Бывает, что они совсем уверенно себя чувствуют. А вот он там качнулся и упал. А в коридорах вуза ходят слухи о другой причине гибели Бердака. Впрочем, она настолько щекотлива, что говорить в открытую никто не решился. Там ничего криминала, скинхедов. Никто его не вытаскивал, потому что все видели, все прекрасно знают. Наркотики, наверное, да, остаются? Ну, я не говорю это просто. Между тем, за последние пять лет в Москве погибло уже трое казахстанских студентов. Все из университета нефти и газа. В декабре 2008-го зарезан первокурсник Ерлана Айтымов. Предположительно, скинхедами. Спустя три года убит сын депутата Мажелиса, жуматая Олива, Ернар. Почему именно в этом ВОЗе, а не в другом ВОЗе? Я знаю, что это очень популярное место обучения для наших студентов. Там учатся более 130 или около 130 наших в настоящее время студентов. Этот ВОЗ очень серьезный ВОЗ по своей специальности. Юрист Марат Башимов тоже обучается в другой стране. Он выиграл преподавательский грант Центра Булашак. Башимов считает, общественность должна получить исчерпывающий ответ на вопрос, что же происходит с казахстанскими ребятами в Первопрестольной. Каждый родитель боится отправлять учиться сейчас в Москву людей. И я знаю по статистике, что из года в год сокращается количество людей, кто уезжает в Россию учиться. Либо надо прилагать больше усилий для того, чтобы детям, которые уезжают за границу, учиться, больше, чтобы обращали внимание и чувствовали поддержку со стороны родного государства. Тем временем тело Бердака Алтаева уже доставлено в Алматы. Похорены должны состояться завтра. Родственники пока запретили присутствовать там с журналистом. От каких-либо комментариев они также воздерживаются. Алима Аскар, Аслан Сапаров. Из-за Москвы и Астаны. Россия. Казахстан. Православный карикатурный скандал. Церковь во главе с епископом Геннадием против статьи, опубликованной в газете «Мегаполис». В материале журналиста Джамили Каримовой православная епархия увидела элементы разжигания религиозной вражды. А по сути дела, всему виной чиновничества. Больше всего священников возмутила карикатура на Иисуса Христа. Анна Кужникова о границах допустимого. Газетная статья и карикатура к ней – это главный информационный повод для пресс-конференции, который сегодня дает управ делами Русской Православной Церкви в Казахстане. Журналист описывает день празднования Рождества в Свято-Успенском кафедральном соборе. 7 января по православному обычаю прихожане пришли в церковь, чтобы принять участие в праздничном богослужении. Но, как пишет журналист, вместо общения с Богом, люди вынуждены были выстроиться в живой коридор и заслушать поздравления от Акима. Как отметил автор статьи, сотрудники городской администрации стояли на возвышении ОМВОНИ, с которого ведут службу священники. Но куда больше священников раздражает вот эта карикатура. Карикатура, ну, совершенно недопустимая. Карикатура, которая не лезет ни в какие рамки, ни в какие ворота, ни в какие там либеральные ворота. Невозможно ее втиснуть в правила просто культурного общежития. Тем более в 21 веке, тем более в нашем, в таком сложном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Карикатура вызвала возмущение даже у мусульман. Лидер в некотором смысле оппонирующего государства Союза мусульман такую точку зрения православных не поддерживает. Мурат Елебеков считает, что в данной конкретной ситуации можно было бы вести себя умнее. Я думаю, если бы там были бы умные, образованные люди, они бы не обращались бы с жалобой, не проклинали бы журналистов. Наоборот, сказали бы, вы знаете, спасибо вам за ваши конструктивные замечания. Мы тоже иногда ошибаемся. Мы тоже живые люди. И, несомненно, мы примем во внимание и сделаем выводы из ваших замечаний. Автор карикатуры, художник Ибрагим Кубиков, считает, что это способ отрешиться от мирских проблем. Это просто его личное видение. Мне кажется, что как раз разжигают вражду и делают муху из слона они. Вот эти люди, которые поленились, взяли, собрали. Если бы они не поднимали бы шума, спокойно занимались своими делами, ради бога, там верят они, или кто-то там не верит, или для кого-то это просто традиция, или это глубокое убеждение. Пожалуйста. И никто же не лезет к ним. В поддержку художника выступает и искусствовед Валерия Ибраева. Она считает обвинения церкви абсурдом и называет их походом против искусства. То есть на самом деле эта карикатура абсолютно невинная, и я уж не знаю, особенно живя в стране, так сказать, многоконфессиональной, я думаю, не стоит никаких скандалов устраивать. А это вот придирка абсолютно классическая. То есть возьмите, опять же, Николая Николаевича Геа, там Христос точно, по-моему, художник даже и брал его образ и использовал в своей карикатуре. Впрочем, никаких радикальных требований оскорбленные публикации не выдвигают. По их мнению, достаточно общественного резонанса, а дальше всех бог рассудит. Анна Кужникова, Александр Платонов, Константин Федяев, Алматы, Казахстан. А чиновники и судьи должны учить слово Божье и изучать тех, кто это слово проповедует. Это и есть тот самый путь, который предлагает фонд Астана Центр Консалтинг для воплощения в жизнь проекта укрепления свободы вероисповедания в Казахстане. Правда, как именно они собираются укреплять духовность, так и осталось загадкой. Нургали Карабаев попытается дать некоторые ответы на вопросы. В Казахстане. Позиции общественники задумались с помощью просветительских курсов. Что это будет за тренинги, пока непонятно. Известно ли, что просвещать будут тех, кто решает за граждан, какому богу молиться можно, а какому нельзя. Цель этого тренинга очень простая. Повысить осведомленность и, может быть, улучшить применение навыков представителей государственных органов, правоохранительных органов, судебной системы. В том, чтобы обеспечивать права граждан на свободу вероисповедания. Финал презентации скомкало замечание одного из посетителей о плагиатии. В книге, предназначенной для семинара о духовном развитии, он обнаружил свои труды под чужим авторством. Мне, с одной стороны, приятно, что мои интеллектуальные потуги востребованы, но, с другой стороны, как-то так неприятно, что нарушают мои права. По конституции Казахстан является светским государством, а его руководство придает особое значение толерантности и свободе вероисповедания. Впрочем, это не помешало в прошлом году принять скандальный закон о религии и в ходе его реализации сократить в стране количество религиозных объединений на треть. На сегодня пока все. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала КПлюс в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере.